Расскажу об одном событии, что в августе. Обон. Обон длится несколько дней. С 13 по 16 августа включительно. Тут уж японцам официально выдаются выходные, чтобы со всех ног бежать навстречу со своими родственниками. И... нет, не живыми, а мёртвыми. Потому что обон – это ежегодное, так сказать, выражение респекта усопшим. Лето в Японии жаркое, да. Возможно, именно поэтому обон проходит в августе. В назначенные 4 дня могут нагрянуть родственники из самого холодного места. С того света. Нет, там у нас коноха. Там Гара живёт. Так, ладно, это уже мультивселенная. Так вот, чистая японская рациональность. Предельно холодный дух предка способен не только остудить окружающую среду на несколько градусов. Он ещё и сам на год вперёд тепла себе впитает. И всем хорошо. Правильно? Неправильно. Батин и шутки Миносан. На самом деле духи приходят по ночам, когда вообще ни разу не жарко. Традиция пошла из ой каких древних времён. По легенде, сам Будда узнал, что его мать приуныла и всячески страдает на том свете. И решил спасти её от печали методом ритуала поминовения. И вот, с 17 века японцы активно проделывают то же самое со своими родными. Конечно, первое, что надо сделать, поехать в те локации, где находятся могилы родственников. Убраться там, чтобы всё прилично было, обновить что нужно, ограду, цветы, свечки поставить и прочее. Короче, по красоте и достоинству устроить встречу, а после и проводы самых близких. Встреча начинается так. 13 августа возле дома разжигается специальный приветственный костёр. Мука и бей. Берём стебли льна, кладём на землю или блюдце, поддаём огонька, готово. Только не перестарайтесь. Вообще, японцы двумя руками и ногами за безопасность. Поэтому в наши дни часто используются электрические фонари. Красиво. И главное, не получится случайно спалить дом. О, а что это там за овощные животные были? Скоро узнаете. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А еще по фэншую расставляем ветви молодого бамбука и деревянные таблички с именами усопших. Сезонные фрукты и овощи, разные угощения и вот этих двух овощных товарищей. Если вы не заметили, то это буйвол, а это лошадь, как главный скакун быстро организует доставку родных душ в земное обитель. А вот буйволу достается миссия проводить костей обратно. Здесь уж без суеты, неторопливо. Обон – это не только домашние дела и заботы, но и целый фестиваль. Обон Мацури. Как обычно, города в это время украшаются по самые помер... По самые огурцы. Но главное украшение, если так можно выразиться, это танец. Бон Одари. В этом танце собрано все. И встречи, и уважение, и провода усопших в одном флаконе. Народ одевается в юкаты – летние варианты кимоно. Встречается на крупных улицах, в парках, на площадях или в храмах. И начинает неистово дэнсить. Собираются в хороводы, либо в длинной процессии шагают по улицам. На фоне всегда звучат традиционные барабаны, либо включаются песни. И не обязательно традиционные. Там даже саундтрек из Береймона, может быть, повторить движение танца в состоянии «все». Наверное, он сразу заложен в ДНК японцев. В общем, обон – хоть и грустный повод, но праздник совсем не прогрузить. Тут все веселятся, только в путь. Ну а под конец тоже свои ритуалы имеются. Ближе к ночи запускаем в реки и моря бумажные фонарики со свечами. Этот ритуал называется «Торанагаси». Что-то типа безопасного хайвея в царство мертвых, чтобы без пробок и приключений можно было верхом на буйволе обратно добраться. И напоследок. Праздник окончен. Надо расходиться по домам. И вообще, каждый по своим мирам. Прощание с предками также проходит с огоньком. Прощальным огоньком. Окуриби. Обычно это мега-костры в виде иероглифа «большой». Дай. Самый крутой окуриби происходит в Киото и собирает просто невообразимое количество местных и туристов. И вот, 16 августа, вся эта толпа радостно наблюдает за тлеющим где-то на вершине горы иероглифом. Догорел? На этом убон. Все. Закончил свои полномочия. Закончены выходные. Надо возвращаться обратно в офис и работу работать. А с вами была Мирасоль. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok